Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Это Российский радиоуниверситет в студии Дмитрия Кононыхин. Мы живём в огромной прекрасной стране, мы делаем наше будущее, мы заботимся о наших детях, внуках, мы переживаем о нашем старшем поколении. Я думаю, вы все согласитесь со мной, что каждый из нас такие разные, но нас объединяет хотя бы то, что мы все едим. Несколько раз в день кто-то один раз пытается между работой, кто-то несколько раз ест. Мы фактически то, что мы едим. И мы боремся потом. И кто-то с лишним весом, кто-то с каким-то самочувствием. Мы переживаем об этом. И медики, всемирное медицинское сообщество, оно даже устраивает специальные дни того, как борьбы с ожирением, всемирный день борьбы с ожирением или всемирный день щитовидной железы. Гормоны, эндокринная система, мы все знаем, насколько это важно. И сегодня у нас в гостях, я просто счастлив, у нас в гостях член-корреспондент Российской Академии Наук, директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Наталья Георгиевна Мокрышева. Здравствуйте, Наталья Георгиевна. Добрый день, Дмитрий. Когда люди думают о своём лишнем весе, когда люди думают о своём здоровье, все понимают, насколько важен такой фронт работы со собой, со своими привычками, как эндокринология. Я знаю, что Ваш национальный медицинский исследовательский центр провёл недавно специальный всероссийский онлайн-марафон здоровья, где Вы рассказывали народу о важности того, как важно следить за своим здоровьем, за своим весом, как важно бороться с ожирением. А почему именно Вы, специалисты в таких сложных науках, в таких сложных системах нашего организма, такое внимание уделяете ожирению? Я считаю, что это абсолютно зона работы и планов и разработки лечения эндокринолога, поскольку ожирение – это метаболические нарушения, а эндокринолог занимается работой эндокринных желёз, и именно эндокринные железы регулируют работу всех систем и органов организма, создавая как раз вот тот метаболический фон. И если нарушение возникает в какой-то из эндокринных желез, нарушаются либо все, либо отдельные метаболические процессы. Поэтому ожирение – это прежде всего зона деятельности именно эндокринолога. Скажите, пожалуйста, вот какое влияние на наш организм даёт лишний вес? Те складки, с которыми мы все пытаемся бороться, попутно по ночам подходя к холодильнику и клянеясь, что на следующий день никогда больше, никогда мы этого делать не будем. Но тем не менее, что происходит с нашим организмом, и какая статистика мировая, что происходит с нашим человечеством? Избыточный вес, ожирение влияют на все функции человеческого организма, и прежде всего на самые ключевые, на работу системы детоксикации, работу печени, желудочно-кишечного тракта. Но самое основное, что на фоне ожирения развивается патология сердечно-сосудистой системы. Мы знаем, что продолжительность нашей жизни, качество нашей жизни в наибольшей мере зависит от работы сердечно-сосудистой системы. Ну, нельзя говорить, что какая-то система больше или меньше влияет, но тем не менее мы знаем, что причина смерти – это прежде всего сердечно-сосудистые события. Так вот, влияние на эти сердечно-сосудистые события, на риск их развития очень весомое со стороны такого заболевания, как ожирение. И распространенность этой проблемы в мире действительно очень велика. Два миллиарда людей в мире страдают избыточным весом. И каждый год около трех миллионов человек умирают в мире от причин, от следствий, от заболеваний, которые развиваются на фоне ожирения. Это очень большой объем. Если мы говорим о российской популяции, то каждая третья женщина, каждый пятый мужчина имеет ожирение, избыточный вес, вот те самые складки, о которых вы говорите. И, конечно же, развитие очень грозных осложнений и риск инфарктов, инсультов, риск развития сахарного диабета, они в разы повышаются у тех, кто имеет избыточный вес. Если мы говорим о молодой популяции, вы знаете, что помолодело очень и сахарный диабет, и ожирение, и мы диагностируем, к сожалению, все чаще и чаще ожирение у детей и у подростков, так вот риски смерти у молодых пациентов, мы говорим не о пожилой части сейчас, а именно о молодых, в группе возрастной от 35 до 45 лет, если у человека есть ожирение, то его риск смерти возрастает в 6 раз. А если мы берем еще более молодую группу от 25 до 30 лет, то риск смерти при наличии ожирения у этого человека возрастает в 12 раз. Во сколько? В 12 раз? Поэтому цифры говорят сами за себя, и актуальность вопросов лечения самого ожирения, лечения осложнения ожирения, а с моей точки зрения, прежде всего, профилактики в здоровых группах населения развития ожирения, это очень важный вопрос, и они ставятся эндокринологами и врачами, и терапевтами, и врачами общей практики, но они должны ставиться и перед государством, и перед всем сообществом, и перед работодателями, и перед самим человеком, потому что каждый из нас несет ответственность за свое здоровье, конечно же, прежде всего сам. И вот этот марафон, который мы предприняли, как первое такое полномасштабное профилактическое мероприятие, он, я надеюсь, положил начало той активной совместной деятельности, и вы, наверное, знаете, что наш центр проводил его вместе со специалистами-эндокринологами различных регионов страны, с представителями различных пациентских сообществ, и общероссийское общественное движение «Строенная Россия», в частности, принимало участие, очень активное проведение этого марафона. Я надеюсь, что это положено начало такой большой полномасштабной работе борьбы с ожирением в масштабах всей страны, и на уровне Министерства здравоохранения, сейчас уделяется много внимания этому, и на уровне всех медицинских сообществ. Но самое главное – это, конечно же, профилактика, именно о профилактике мы говорили и в рамках этого марафона, и с различными группами, еще не пациентов даже, а с различными группами и возрастными, и религиозные различные конфессии, и различные специалисты в разных направлениях, которые обсуждали вопросы, как снизить риск развития ожирений и осложнений, которые на его фоне могут возникнуть. Я зашел на сайт вашего Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, посмотрел статистику, которая по ожирению, которая у вас выложена, в том числе и вот эти все рекомендации, программы, которые вы ведете, и вот такая простая фраза, она меня потрясла. Получается, что ожирение убивает больше людей, чем голод. Да, к сожалению, наше общество перешло в фазу такого избытка и перенасыщения энергии каждого отдельного человека, что мы уже не говорим о голоде как причине гибели граждан, а говорим об ожирении как причине приближения риска смерти. Я думаю, это надо каждому задуматься, особенно в условиях, когда в пандемии люди стали меньше двигаться, люди стали как-то больше отвлекаться на ночные бдения, стрессовать, все же это прекрасно понимают. Возможно, такой дурацкий вопрос, Наталья Георгиевна, а все-таки почему человечество жиреет? Вот не то, что толстеет, а жиреет, и мы видим, как молодежь, вы правильно говорите, дети бывают такие, мамины или бабушкины пирожки просто идут, задыхаются, взрослые люди. Я раньше таких людей не видел, я еще помню 70-е годы, когда достаточно стройное было наше население, а сейчас в городах, да и в поселках можно встретить людей, которые просто идут, и они реально больные, они задыхаются. И каждый, вы говорите, должен заниматься своим здоровьем, но все-таки что заставляет людей так обращаться с собой, что люди превращаются в что-то? И что происходит с нами? Дмитрий, ну нового-то здесь я ничего не скажу, все абсолютно банально. Нам же не нужно бегать за мамонтом и тратить энергию на добычу пищи для себя и своих близких. Но при этом рефлекс того, что мы должны съесть все, что рядом находится, он все-таки у нас еще остался. И на самом деле сейчас максимально доступна очень вкусная, очень калорийная пища, и вот эта пища потребляется. Стремление человека ведь к достижению удовольствия, оно никуда не уйдет, наверное. Здесь нужно только отработать какие-то максимально продуктивные, максимально перспективные в этом отношении рефлексы. Ну, сейчас огромное количество потребительских программ, продвиженческих программ, и направлено на то, чтобы человека стимулировать на достижение удовольствия. А гастрономическое удовольствие, оно же самое сильное и самое доступное. По сути дела, стремление человека к достижению удовольствия, в том числе гастрономических, они вырабатывались всей предыдущей историей. И ничуть они не снижаются сейчас, и доступность, резко увеличение доступности любой. А вы знаете, что максимально калорийная пища, она максимально вкусная. О да, я это знаю. Если бы вы знали, как я борюсь со своей привычкой, я очень люблю сладкое, но это просто невозможно. Я в детстве обожал бабушкин внук, пирожочки, сладенькие конфетки, но потом каким трудом и потом пытаешься себя держать в форме, это понятно. Но ведь если вы говорите, что такие чудовищные цифры, когда каждая третья женщина, каждый пятый мужчина, это страдает от ожирения, а есть ещё просто лишний вес. То, что медики говорят, индекс массы тела, и у вас на вашем сайте, вашего центра постоянно вот эти все методики выкладываются, вы об этом говорите. Но ведь получается, что не просто даже ожирение, как тяжёлая форма вот этого заболевания, но и лишний вес, он вредит людям в сопротивлении с другими болезнями вообще в нашем мире. Я знаю, вот мой старший сын работает реаниматологом в красной зоне по ковиду, и он видит, как тяжело, мне рассказывал, как тяжело переносят пациенты с лишним весом влияние вот этого удара коронавируса. Но ведь получается, что мы должны тогда вот к этому ожирению не просто относиться, как сейчас есть такая пропаганда, ну типа гордись своим телом, ты есть такой, какой ты есть, а вот чтобы была какая-то настороженность. Мы же знаем, что вот красный свет, надо остановиться, иди на зелёный, но должен же быть какой-то красный свет, не жирей. Совершенно верно, и вы абсолютно правильно сделали акцент на высоком риске развития не только осложнений, которые хронически развиваются, но и на сопротивляемости организма с избыточным весом различным инфекционным агентам. Действительно, ковид-19 поражает в наибольшей мере и тяжёлые осложнения, и риск смерти наиболее высок именно у лиц не только старшего возраста, но и лиц с ожирением. Это самая тяжёлая категория пациентов. У них наиболее тяжёлое течение этого заболевания. Если мы говорим о... Вы абсолютно правы, правильно зафиксировали внимание на том, что работать надо с... Ну я не хочу сказать с подсознанием, а именно с сознанием, с созданием нового имиджа. Не нужно, наверное, полностью... Я бы не стала полностью отрицать вот этой тенденции удовлетворённости собственным телом. Человек действительно не должен подвергаться стерепизации. 90-60-90 – это совсем нездоровый образ жизни. И стремление к ЗОЖ с перекосами, оно дало нам всплеск нервной анорексии случаев и неуёмной жажды и борьбы за мышечную массу в спортклубах, которая часто бывает сопровождается применением совсем нездоровых средств для достижения каких-то параметров. Но нигде не нужно допускать перекоса. И формирование идей здорового тела, здорового энергетического баланса в организме, здоровой нагрузки, здоровой психологической атмосферы, здорового сна, пресловутые вот это соотношение, режим труда и отдыха. Это всё очень важные вещи. Мы же, например, сейчас с вами живём в век такой всемерной иллюминации. И освещение городов, и наши постоянные контакты с мониторами, они нарушают биоритмы и макро- и микроуровни. И нарушение продукции гормонов гипофизы лежат в основе определённой части типов ожирения, в том числе развитие каких-то патологий, гипоталамы, гипофизарной системы. Они также несут в себе высокие риски развития ожирения. И развитие опухолевого процесса в различных эндокринных железах, они также сопровождаются изменением метаболических процессов и развитием различных типов ожирения. Формирование общей канвы, общей грамотности, общего рефлекса на уровне государства, на уровне всего сообщества, я думаю, только это сможет предвосхитить формирование следующих поколений как всё больше и больше страдающих ожирением. Я думаю, что вы знаете цифры Международной диабетической федерации рост заболеваемости с сахарным диабетом к 30-му году может привести к тому, что на планете будет проживать 578 миллионов людей с сахарным диабетом. А к 45-му году уже 700 миллионов. В основном это сахарный диабет второго типа, который развивается предрасполагающим фактором к его развитию является именно ожирение, избыточный вес, нарушение пищевого поведения и так далее. Цифры, конечно, пугающие. И если всё сообщество не объединится в создании нового имиджа, я думаю, что у нас уменьшаются в разы шансы справиться с этой проблемой на ближайшие поколения. Но я уверена, что и вот этот марафон, и все наши действия сообщества медицинского, которые сейчас направлены на профилактику ожирения, разъяснительную работу, они помогут нам создать вот этот фон. И огромное количество факторов. Вынашивание беременности современной молодёжью, кормление грудью, которое уже не стало, грудное вскармливание, которое не стало в последнее время приоритетное для молодых мам, они тоже закладывают особые нюансы формирования той же самой жировой ткани, того же самого гормонального фона, который обеспечивает нормальное поддержание жирового и углеводного баланса. То есть здесь причин огромное количество, которые мы должны профилактизировать и начинать это с момента зачатия, по сути дела, нового человека. И формирование пищевых привычек в семьях, то, о чём вы уже говорили, и про бабушкины пирожки. Ведь детское ожирение, но в большой мере это ожирение, конечно, есть наследственные, генетически обусловленные типы ожирения, либо какое-то заболевание, которое случается с ребёнком. Но в большинстве случаев всё-таки детское ожирение, алиментарное, эта причина лежит в пищевом поведении семьи. Я вот слушаю вас, и у меня немножко так… Получается, очень должны мы все. Не то, что медики бьют в колокола и уже работают с результатами наших дурных привычек, привычки вкусненько поесть, сладенького, приятненького. Мы знаем, как это приятно, вы об этом говорите постоянно. Но медики уже бьются, борются с результатами. Фактически надо работать на уровне акушерства гинекологии, педиатрии, все системы нашего организма и выстраивать эту систему, то, чем занимается в том числе ваш рациональный медицинский исследовательский центр. То есть он фактически организует вот эту системную работу в рамках нашей страны. Но это надо огромную работу делать. И тогда, соответственно, вопрос, о роли, месте вашего центра. И прежде всего представьте, что такое национальный медицинский исследовательский центр. Я видел на вашем сайте, что мирового уровня, ведущие специалисты. Что это за организация для системы нашего здравоохранения? Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. На данный момент это высокотехнологичное, многофункциональное медицинское учреждение, которое обладает компетенциями в ведении любой эндокринной патологии и состоянии, которые являются осложнениями или предшественниками эндокринной патологии. Это такое вот, если совсем очень просто. Это головное в нашей стране учреждение, на которое Министерством здравоохранения сейчас возложена функция, координирующая все эндокринологические службы страны. И на нас возложено несколько функций. С одной стороны, мы координируем и должны следить за качеством оказания эндокринологической помощи по всей стране. Вот такая функция на нас возложена. Это непросто, потому что, честно говоря, рычаги контролирующие здесь у нас нам не предоставлены в большей мере, но мы занимаемся таким общим повышением образования всего эндокринологического блока, контролем за качеством эндокринологической помощи по всей стране. Для этого создан специальный координационный совет в нашем центре. Но, конечно, прежде всего, мы являемся научным учреждением, разрабатывающим самые последние методики диагностики, лечения и, как я уже неоднократно сегодня говорила, профилактики всех эндокринных нарушений. И это лечение, диагностика по самому последнему слову медицинской науки мировой. У нас есть вся диагностическая база, которая направлена на диагностику заболеваний у пациента. У нас есть вся лабораторная база. И вот буквально на днях мы анализировали с ведущими представителями ученого сообщества, ведущих учреждений, ведущих университетов мира оценку нашей лабораторной диагностической базы. И нас очень порадовали, сказали, что на самом высоком уровне наша диагностическая база построена сейчас. И наши разработки и в области клеточных технологий, и в области генетики, и в области тираностики, и поиска различных таргетных возможностей лечения пациентов, они в Национальном центре эндокринологии без ложной скромности, я могу сказать, на самом высоком мировом уровне. Я увидел на Вашем сайте, прошу прощения, что Вы получили аккредитацию Центра по борьбе с ожирением под эгидой Европейской ассоциации по изучению ожирения. То есть фактически это Ваш центр признан ведущим центром по лечению ожирения в Европе. Это вот сейчас действует, и получается, что Вы тогда, допустим, даже в условиях пандемии, постоянно находитесь на связи с ведущими эндокринологами всей планеты, получается? Конечно, конечно. И на нас возложена большая ответственность, но это результат того, что почти столетняя история Национального центра эндокринологии, который начинался еще в виде Института химии гормонов, вот эта столетняя история позволила нам накопить колоссальный научный опыт, начиная от изучения самих гормональных субстанций, и сейчас вот мы дошли до разработки принципов персонализированной эндокринологии. Это те принципы, которые были несколько лет назад анонсированы нашим президентом Иваном Ивановичем Дедом. За эти предложения он получил высокую государственную награду, и признаны наши подходы на высоком уровне как наиболее перспективные, наиболее доступные и приближающие высокую науку к каждому отдельному пациенту. Вот эта персонализированная эндокринология, это в основном сейчас мы направляем все свои усилия на развитие именно этой сферы. Вот, Наталья Георгиевна, как раз я хотел задать вам этот вопрос, и я немножко в этом смысле устарел. У меня сейчас просто ушки на макушке, потому что я, как человек из прошлого века, я понимал эндокринную систему, что это, условно говоря, те присадки биохимические, которые в нужное время форсируют нашу способность бежать, работать, сопротивляться, выживать, настраивают работу нашей системы. То есть я это воспринимал как такой химический завод. Но то, что вы сегодня сказали, во-первых, а, персонифицированный, это получается, что подстраивать вот этот коктейль присадок под каждого человека, но мы же генетически все очень разные, ведь это требует фактически уже перехода на другой уровень осознания нашего организма, не как такой электробиохимической машины, но скорее уже на клеточном уровне, на генетическом уровне. А как вы это делаете? Как мы это делаем? Ну, у нас каждому пациенту не просто унифицированный подход, разумеется, каждого отдельного пациента, начиная с консультации, первой консультации специалиста, мы создаем, по сути дела, портрет каждого отдельного пациента и дополняем его не только персональными клиническими данными, но у нас есть возможность при подозрении на серьезные заболевания генетически проводить всю генетическую диагностику, у нас разработаны панели генов по разным нозологиям, все известные в данный момент времени в мире генетические мутации, они исследуются в нашем центре и продолжается работа, и каждый, ну, очень часто, каждый год мы объявляем об открытии различных новых мутаций нашими учеными и так далее. То есть каждый человек воспринимается нашими специалистами как отдельная система, у которого по-своему работают эндокринные железы, у которого свой уровень метаболизма, не типичный только для этого индивидуума. Рассматриваются отдельные семьи как носители генетической информации, рассматриваются отдельные семьи, в которых есть какие-то уже болезни из поколения в поколение, передающиеся или дново формирующиеся у отдельного члена семьи. То есть у нас очень емкое такое восприятие каждого отдельного пациента. Мы имеем возможность произвести секвенирование гена и расшифровать его генетическую информацию. Если на то есть необходимость, мы можем подобрать для него непосредственно для его клеточного метаболизма необходимое таргетное лечение. Если это опухолевый процесс, диагностические методики непосредственно для этого пациента подбираются. То есть это отдельные узкие специализированные методики, которые в зависимости от потребностей пациента применяются к нему ежедневно. Ну это потрясающе. С одной стороны, да, мы перешли на уровень такой индивидуальной адресной подстройки медицинских протоколов. Фактически, я так понимаю, Ваш национальный медицинский исследовательский центр определяет современное состояние протокола в лечении эндокринной системы. Но возникает тогда вопрос. С одной стороны, да, Вы умеете, научились переходить от уровня, так скажем, общего, такого промышленного завода с этой биохимией лечения гормональных, то, что Вы говорили, столетняя история нашей эндокринологии. С другой стороны, получается, что Вы накапливаете колоссальный статистический материал, научный материал, когда Вы, все Ваши тысячи, сотни тысяч пациентов, Вы можете, это же уже начинается большая математика, big data, как говорят, большие данные. То есть фактически это можно обработать и увидеть что-то, что Вы можете увидеть с точки зрения вот этой большой науки, что происходит с нашими больными. Какие-то есть общие тенденции, какие-то проявления, то, что на таком обычном уровне, поликлиническом, невозможно отследить. Совершенно верно. И я уже говорила, что возложено на наш центр огромное количество задач от персонального подхода к каждому пациенту до глобального по всей стране и оценки состояния и тенденций в отдельных нозологиях. И Вы абсолютно правы, у нас накоплен огромный клинический материал. У нас существует отдел эпидемиологии эндокринопатии, где собраны все регистры наших пациентов. И одним из наиболее ярких примеров может служить регистр пациентов с сахарным диабетом, где онлайн заполняется информация про каждого пациента с сахарным диабетом, про каждого россиянина, который страдает с сахарным диабетом в России. И, конечно же, мы обладаем огромным количеством вот этих данных накопленных. И в нашем центре в числе первых медицинских учреждений России начал работать такой персонализированный бигдейт-центр. Сейчас разрабатывается и система помощи, поддержки принятия медицинских решений на основании этого. Определяются наибольшие предикторы к развитию тех или иных осложнений. Например, есть регистр опухолей гипоталамогипофизарной системы. И там значатся тысячи пациентов, которые имеют опухоли гипофиза, например, по всей России. В союзе с биоинформатиками с использованием наших больших данных мы разрабатываем принципы прогнозирования развития тех или иных осложнений у наших пациентов, нежелательных исходов, которые могут быть на фоне приема различных медицинских методик или терапевтических каких-то средств либо хирургических тактик. Оцениваем перспективы пациентов при выборе различных тактик и при определенных наборах у этого пациента, допустим, параллельно нескольких заболеваний. Мы всегда понимаем, что не бывает, что у одного пациента одно заболевание, у другого другое заболевание. Коморбидность, конечно, с возрастом нарастает, но так или иначе каждый человек... Простите, а коморбидность — это что? Коморбидность — это сочетание целого комплекса различных заболеваний, которые развиваются у одного человека, взаимно влияющих друг на друга, на развитие, на прогрессирование. То есть коморбидность подразумевает целый комплекс заболеваний. Я понимаю. А вы постоянно говорите, ведь вы сказали, какой страшный удар наносит для нашего здоровья ожирение. Мы начали эту беседу с этого. Но когда вы говорите о диабете, ведь диабет и прогрессирует диабет. Вообще, как ваш центр работает с диабетом и какие исследования мирового уровня в вашем центре вы делаете для лечения сахарного диабета? Работе с сахарным диабетом у нас посвящена очень большая доля наших усилий. У нас есть отдельный институт сахарного диабета, который создан и под эгидой этого института, под эгидой Национального центра эндокринологии. Некоторое время назад, много лет назад, была инициирована национальная программа борьбы с сахарным диабетом. И благодаря этой программе был охвачен практически весь контингент россиян, страдающих с сахарным диабетом. И развернута такая огромная и просветительская, и продвиженческая работа, которая позволила улучшить и увеличить продолжительность жизни пациентов с диабетом и качество этой жизни. И благодаря вот этим усилиям на протяжении долгих лет всей команды снижен на данный момент риск развития осложнений, самых таких серьезных осложнений, синдром диабетической стопы, слепота. Практически мы уже ушли от развития слепоты у пациентов с сахарным диабетом. Те профилактические мероприятия, те новые методики, которые разработаны в нашем центре при изучении пациентов с сахарного диабета. И внедрение этих методик позволило очень серьезно продвинуться. Разработка и внедрение всех известных в мире лекарственных препаратов, которые разработаны для лечения сахарного диабета. Ну, здесь можно очень долго говорить о тех ресурсах, которые созданы благодаря работе Национального центра эндокринологии в вопросах сахарного диабета. И работа эта продолжается. И на данный момент мы очень активно инициируем возобновление этой федеральной программы, которая позволит еще улучшить и повысить качество жизни пациентов с сахарным диабетом, их обеспеченность всеми средствами необходимыми для обычной жизни без каких-то ограничений. Что касается разработок методик, диагностических методик, у нас ежедневно проходит изучение, и это на поток поставлено изучение генетических основ ожирения. Разработаны панели генов и открыты панели генов, которые, например, предрасполагают к развитию сахарного диабета, а есть панель генов, целый набор генов, которые предотвращают, они профилактизируют, снижают риск развития сахарным диабетом. Существует постоянная работа с семьями, в которых есть хотя бы один пациент с сахарным диабетом, и постоянно оцениваются риски других членов семьи заболеть с сахарным диабетом и так далее. Разрабатываются, конечно, и самые последние методики на уровне внедрения методик работы с клеточными технологиями, с генной терапией. Сейчас очень актуальны и наибольшие усилия у нас занимают именно эти направления. С целью терапии аутоиммунного сахарного диабета первого типа у нас в центре выполняются оригинальные исследования по геноинженерии инсулинпродуцирующих клеток, обеспечивающих кальзание от направленного действия собственного иммунитета, то есть профилактика вот этих аутоиммунных повреждений, которые приводят к развитию сахарного диабета. Я думаю, что мы вот эти все вопросы сейчас еще и продолжим. После небольшого перерыва мы сделаем маленький технический перерыв. Я думаю, что наши зрители, наши радиослушатели согласятся, насколько важно самим подключаться и помогать нашим медикам, помогать спасать наше здоровье. Мы вернемся после небольшого перерыва. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. Дальше будет только интереснее. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. У нас в гостях директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, член-корреспондент Российской Академии Наук Наталья Георгиевна Мокрышева. И мы сегодня говорим о работе наших эндокринологов, мы говорим о современной эндокринологии, мы говорим о том, как наши ученые постоянно работают над тем, чтобы спасти нас от нас самих, от наших дурных привычек, постоянно вкусненько поесть, добавить жирка на нашу талию. Мы говорим о том, как молодеет диабет, мы говорим о том, как ожирение приводит к ишемическим болезням сердца, как это влияет на продолжительность нашей жизни. И фактически мы все, как единый народ, мы должны совсем по-другому относиться к нашим привычкам, к нашим вот таким дурным привычкам. И сейчас, Наталья Георгиевна, Вы рассказываете о том, что фактически в Вашем центре задаются новые стандарты протоколов лечения. Вы работаете и на клеточном, на генетическом уровне, и на разработке новых фактически всех лучших методик и медикаментозного лечения. Я хотел спросить Вас с точки зрения вот этой борьбы с диабетом, вот прогноза из лечения диабета, когда Вы вот эти все усилия делаете, Вы все-таки все время работаете уже с пациентами, которые фактически понимают, что они больны. Я в свое время испытал такой сильный стресс, когда мне рассказали в классе моего младшего сына. Девочка вдруг худенькая, девочка упала, и никто не знал, что ей помочь, она потеряла сознание. Она сама не знала, что она больна диабетом. Кто-то потом говорил, что надо ей дать сладкой газировки и все прочее. Но я видел, как стрессанули, испытали стресс школьники. Фактически вот этот уровень информированности наших детей, нашего молодого поколения о правильных привычках, о том, как себя вести, как помогать больным диабетом, чтобы фактически это было вот такое благоприятное для больных среда информирования, что надо делать, как надо делать. Ну, это не то, что, как вы знаете, спасение утопающих, когда все понимают, как надо дышать или оказывать искусственное дыхание. А вот как вот это все организовать в нашей стране, чтобы население и старый млад понимал, как действовать, как себя вести, как не сорваться вот в эту спираль дальнейшей непрерывной борьбы с диабетом. Вы затронули очень важную, Дмитрий, тему. Она очень обширна. И создание вот такой атмосферы эндонастороженности, которую мы сейчас, пропаганду, которую мы ведем, оно даст возможность повысить грамотность каждого человека и каждых сообществ, а я говорю сейчас о сообществе школьном, вузовском, профессиональном, профсоюзном, так или иначе правильно вести себя в каких-то ситуациях обнаружения вот таких эпизодов. Но дело в том, что эти эпизоды, они же характерны для пациентов с различными заболеваниями, в том числе большое количество эндокринных заболеваний, не только сахарный диабет, они требуют понимания и знания. Ну, начну с того, что у нас, к сожалению, пусть меня простят мои коллеги, но, к сожалению, знание о физике, химии и анатомии, биологии в наших школах, ну, дается достаточно скудно. И те, та база, которая необходима для понимания процессов, находящегося рядом человека, такого же, как ты, абсолютно, но имеющего какую-то эндокринную проблему, ну, с моей точки зрения, они требуют, например, качество этих знаний в школах, требуют улучшения и повышения. Когда у нас не очень-то преподается астрономия, ну, давайте хотя бы биологию будем более активно в школах давать детям какие-то основные знания. Если мы говорим о создании действительно эндонастороженности среди врачей, врачей общей практики, педиатров, врачей школьных, я надеюсь, что в ближайшее время все-таки инициатива по введению медицинского персонала, как минимум в каждой школе, чтобы была медицинская сестра, и работа образовательная с их стороны, среди школьников, также должна вестись, не говоря уже о контроле за состоянием школьников. То есть вот на каждом этапе нашей жизни необходимо чуть больше знать о человеческом теле, о метаболических процессах. Это общая такая система эрудированности. А если мы говорим о создании комфортной среды, например, для пациентов, для деток с сахарным диабетом, то я думаю, что возобновление программы федеральной сахарной диабет, борьбы с сахарным диабетом, аналогичной той, которую я уже упоминала, которая была в предшествующие годы, создание этой программы значительно поможет нам улучшить и повышение качества жизни этих деток и этих пациентов. Но я должна сказать, что и обеспечение, и забота о детях с сахарным диабетом в нашей стране очень на высоком уровне. И сейчас обсуждается, например, вопрос формирования принципов детского отдыха для этих деток, оздоровительного отдыха. На это тоже в последнее время хотелось бы обратить как можно больше внимания. Принципы вообще общей грамотности нашей биологической, в том числе по знанию метаболических процессов, еще раз я хочу заострить на этом внимание, это с одной стороны дело каждого человека, его эрудиция, с другой стороны дело наших государственных структур, популяризация повышенных знаний о собственном теле. Я думаю, что и средства массовой информации, такие передачи, как ваша, они очень помогут в продвижении всех вопросов грамотности. Как себя вести, как помочь человеку с эндокринным заболеванием, как не усугубить его ситуацию и как создать для всех без исключения комфортную среду обитания и существования, независимо от того, какие нюансы здоровья заложены в наших детях, наших гражданах. Я думаю, наши радиослушатели и наши зрители со мной согласятся. Я напомню, что вы можете посмотреть все эти выпуски на YouTube-канале Дмитрий Кононыхин, послушать еще раз записи на сайте Радио России, что вот «На ловца и зверь бежит», и я предлагаю тогда вам, Наталье Георгиевне, Наталье Георгиевне с вашими коллегами, как ведущему Национальному медицинскому исследовательскому центру эндокринологии Российской Федерации, и приглашая ваших коллег из других центров, вот сделать на Российском радиоуниверситете вот такой постоянный цикл передач о современной эндокринологии, популярной эндокринологии, где просто объяснять вот эту грамотность, повышать для всех наших групп населения, для старом, ладо, для всех. Я думаю, все понимают, насколько это важно, потому что обычно на уровне обывателя мы понимаем, что гормоны — это какие-то таблетки, с тобой что-то происходит, ты как-то отекаешь, и вот все как-то немножко настороженно к этому относятся, потому что толком не знают, как себя вести. И тогда возникает еще вопрос. Вот забегая вперед, если вы можете дать прогноз, вы член-корреспондент Российской Академии Наук, Российская Академия Наук активно работает в этом направлении. Ожидает ли нас в какое-то ближайшее время победа над сахарным диабетом? Вы можете приоткрыть завесу над этими научными исследованиями? Огромное количество исследований идет во всем мире, направленных на поиски методик излечения сахарного диабета. К сожалению, нигде в мире на данный момент не наблюдается абсолютного прорыва, но очень многие методики, я думаю, стоят на пороге приближения к этому порыву. Но это очень сложный вопрос, и в этих исследованиях используются и стволовые клетки, и поиск возможностей создания инсулинопродуцирующих клеток, которые позволят безбедно существовать на протяжении всей жизни человеку с сахарным диабетом, и разработка различных методик, как я уже говорила, адаптации аутоиммунных процессов, чтобы не развивалось поражение различных органов эндокринной системы, поджелудочной железы в том числе. Наш центр ведет огромную научную работу, я, разумеется, в формате этой передачи не могу вам рассказать обо всех этих направлениях, но я хочу сказать, что эта борьба и эта работа идет ежедневно, и сейчас открыт, и мы получили большой грант для продолжения этих исследований, для создания, мы создали центр мирового уровня по персонализированной эндокринологии, и сейчас продолжаются и находят новый виток различные поисковые работы для обнаружения тех самых средств излечения различных эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета. И я думаю, что при поддержке государства, при поддержке энтузиастов, при поддержке бизнеса наше научное сообщество сможет в ближайшее время направить свои усилия в наиболее продуктивные, наиболее перспективные направления. Еще раз скажу, что их огромное количество, и наверняка в обозримом будущем мы сможем прийти к тому, что справимся и с этой проблемой также. Российский радиоуниверситет — это программа для оптимистов, и фактически получается, что это исследование, фундаментальное исследование — это и клиническая картина, это и работа на уровне поликлиник, это и одновременно, и информирование населения, и ответственное отношение от населения, а мы начали нашу беседу сегодня с того, что вы провели всероссийский марафон, направленный на борьбу с ожирением. То есть фактически каждый из нас должен осознанно относиться к своему будущему, потому что продолжительность жизни и наше здоровье — это тот ресурс, которым мы обладаем. У нас остается пару минут. Наталья Георгиевна, как бы вы хотели выстроить, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям и нашим зрителям в заключении нашей передачи с точки зрения отношения к своему здоровью? Спасибо большое. Это очень хорошая возможность обратиться, я вам за нее очень признательна. Дорогие друзья, по сути дела наше здоровье — это наша ответственность. Каждый человек несет собственную жизнь в своих руках, и если у него есть какие-то независящие от него проблемы, я уверена, что и медицинское сообщество, и государство, и близкие люди всегда поддержат и помогут найти пути решения этой проблемы. Но все-таки все в нашей жизни, в наших руках. И если нам даровано жизнь и здоровье, то нужно очень ответственно относиться. Уважаемые друзья, я призываю всех заботиться о своем здоровье ежедневно, максимально взвешенно относиться к тому, что мы делаем, как мы спим, как мы движемся и сколько мы двигаемся, что и как и когда мы употребляем в пищу. Напоминаю вам, что пища — это источник энергии, и нужно употреблять ровно столько пищи, сколько мы ее тратим в течение жизни. Это основной принцип. Если в организм поступает что-то избыточное, соответственно, оно в этом организме остается. Старайтесь это все затратить. И тогда сама собой будет обеспечена профилактика ожирения, каких-то неожиданных метаболических нарушений. Гармоничное здоровье обеспечивается правильным образом жизни, регулярным контролем за своим здоровьем. Я вас призываю хотя бы раз в год, в два года проводить осмотры, контроль за своим здоровьем, биохимическими показателями, какими-то базовыми показателями. И берегите себя и своих близких. Будьте, пожалуйста, здоровы. А в Российском радиоуниверситете мы будем рассказывать о всех этих достижениях современной науки. Мы будем постоянно говорить о том, как важно относиться к своему здоровью, как беречь свой организм, себя, свою жизнь, в том числе эндокринную систему. И сегодня у нас в гостях был директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук Наталья Георгиевна Мукрашева. Я благодарю вас, Наталья Георгиевна, за эту беседу. Огромное спасибо. А нашим радиослушателям и зрителям желаю всего самого наилучшего и здоровья. Всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо, Дмитрий. Субтитры создавал DimaTorzok